9 сентября в нишах двух домов Невского квартала появились фотопостеры участников арт-резиденции. В создании этой выставки принимали участие и работники отдела культуры. Фотопостеры сделали ниши более яркими. Вот так выглядели ниши до, а вот так после. Любознательные жители Невского-2 даже выходили, чтобы посмотреть, что там происходит. Процесс оформления выставки вызвал любопытство у словучан, а когда появились участники арт-резиденции, то началась фотосессия. Всем приятно посмотреть на себя со стороны. Самая реалистичная идея, когда люди проезжают в город ночевать негде. Ну, у нас, слава богу, пока есть где ночевать, но в целом, учитывая, сколько мы усилий предпринимаем по привлечению туристов на всякие культурные, креативные проекты, то это как предостережение, как месседж для всех жителей, для властей, посмотреть, в общем-то, лето, удобные ниши, однако все очень лаконично и никакие детали не отвлекают раскладушка и туристов. То есть, как бы намек на мини-хостелы такие в будущем. Я предлагал Баглаеву разработать систему ролет инфракрасных обогревателей и, соответственно, какой-то биосистемы, чтобы можно было получать ключ, подходить, открывать ролету и ночевать. Но, я думаю, это дело не ближайшего будущего. Пока ситуация обстоит именно так, я очень рад, что мои коллеги парт-резиденции поучаствовали в фотосессии. Более того, сегодня была фотосессия, когда каждый встречался со своим эго, и была возможность поговорить, ну, как тебе, приятель, здесь, в Славутиче, спится, отдыхается. А автор выставки, бомженька Юлия Кисель, даже прилегла на травки около своей ниши. Я знаю, вы лежали около своего эго, как оно? Уютненько, тепленько, комфортно. Комфортно? Жить можно осталось? Да, лучше, чем в доме, в котором мы сейчас живем. Я шучу. Другие участники отшучивались. Отлично, я сегодня тут заночую. Вот я еще возьму два зеркала, поставлю одно сбоку, одно сверху. И буду наблюдать за собой всю ночь. Ну, у меня самое маленькое эго, я самая скромная художница из всех. Я отвернута на это фото, потому что, ну, главное, это антураж, а я просто актор. А самая юная участница арт-резиденции Любава, сама сделавшая небольшую фотосессию, оптимистично заявила. Знаю, мне это очень нравится. Чем? Вот от чем, да? Так откровенно, давай правду. С ними очень весело. Они, ну, блин, с ними реально очень весело. Они все веселые, позитивные, у них есть настроение. С ним можно есть, о чем поговорить. А тебе им интересно с ними разговаривать? Да. А серьезной была только Ольга Дроуз. Если говорить про туристический развитие города 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 И мы реализовали для того, чтобы поднять тему, что место мое развиваться и мое больше место, чтобы им было комфортно. Это такая наша метафора, погляд художника для того, чтобы дать возможность диалогу между владой, коммерциейными компаниями. Ну и божаю успехи в місту и развиваться, и чтобы было много туристов, потому что это чудо, место на это заслуживает. А когда закончилась фотосессия в нишах Невских домов, мы пообщались с арт-куратором резиденции и автором идеи фотопостеры в Невских домах Виктором Гризой, чтобы узнать, а что дает арт-резиденция для Славутича и Славучан, кроме ярких визуальных эффектов. Мы не тратим деньги, мы облекаем их в другие форматы культурных услуг и возвращаем, ну, большим разнообразием, что ли, самим жителям. И ответить на вопрос, почему должны приезжать туристы, ответ, ну, по сути дела, он только один. Если в городе интересно, в него приезжают. Если в городе скучно, если в городе мрачно, если в городе пусто, в него не приезжают. Да, приезжают другие люди, которые хотят там чего-то другого, и это нежелательно для жителей. Смотрите, приехало человек 10 художников, да, они закупились в магазине бумагой и красками, поехали на пленэр, да, я заправил машину для того, чтобы их отвезти, в буфете исполкома приготовили еду для того, чтобы они 10 дней ели, да, а потом оплачено было проживание, ну, и так далее, тому подобное. Да, и все это в результате мультипликативный эффект экономический, это всем понятно, когда появляется какой-то движитель, потом к нему можно прицеплять вагоны, да, и если бы на сегодня мы понимали, что у нас запущена уже арт-резиденция в том виде более многочисленном, если у нас есть другие хостелы, а этих не хватает, они заполнены спортсменами, то люди бы приезжали больше, то есть сдерживающий фактор мы ослабляем, понижаем барьер, показываем, что сюда можно ехать, и таким образом драйвер экономики местный, предпринимательский пусть, да, такой микробизнес, но может появиться у каждого, понимаете, в чем дело, да, приехал человек, приготовил нам плов, сделал вечер, да, то есть каждый что-то получил, что-то минимальное от этой резиденции. Говорить, что рабочие места, естественно, можно, когда у нас появляется постоянная арт-резиденция, больше начинает услуг оказывать сотрудники киноконцертного комплекса, они больше участвуют в проектах, есть возможность, чтобы они получали премию, они голую зарплату, на которой, ну, по сравнению с зарплатой или даже пенсией чернобыльцев, но я не знаю, как ребята выживают, да, обеспечивая круговорот праздников в природе от 1 января до 31 декабря. То есть это все возможность запустить экономику, разогреть ее, чтобы мы друг другу начинали оказывать услуги. И художники в этом смысле, они самые интересные, потому что они обходятся дешевле со старта, чем строительство какого-то большого завода, на который еще надо там Илона Маска уговорить, да, понимаете. После художников подтягиваются музыканты, после музыкантов подтягиваются, не знаю, театралы, подтягиваются телевизионщики, киношники, и появляется движ, появляется движ, который говорит, ребята, а ну-ка быстренько там свои квартиры вычистили, сделали ремонтик, сейчас сюда приедут люди. Когда будет конкуренция, потому что повысится спрос, тогда уже люди будут выбирать бюджетно, чистенько, бедненько, но чистенько, или богато и от души, ну, то есть, понимаете, да. Вот это все арт-резиденция запускает. Это как лигатура в металле, она изменяет его свойства.